Когда нужно упаковать Python проект в Docker, первым делом лезешь в интернет, чтобы посмотреть примеры. Однако эти примеры часто бывают уже нерабочими или попросту неэффективными. Не всегда это делается со зла. Скорее, для простоты объяснения сам этим грешил, но факт не отменяет. Что я подразумеваю под неэффективными? Неэффективные – это образы, которые весят много и или долго собираются. Для пэт-проектов это не важно, но если речь идет о коммерческой разработке и ваши контейнеры запустят на продакшене, спасибо вам точно никто не скажет. Я сам столкнулся с этой проблемой на первой работе, из-за чего обстоятельно изучил вопрос и готов поделиться наработками с вами. В этом ролике я приведу несколько рекомендаций, которые помогут делать ваш Docker Compose и Docker File эффективными и более профессиональными. В доке прибывает Макс, это канал PL Launch. Поехали! Используй базовые образы с точными версиями пакетов и операционных систем. Первое, на что следует обратить внимание, это то, что докер файл не должен быть основан просто на образе Python 3. Что значит 3? Сейчас он устанавливает Python 3.11, а в какой-то момент будет ставить 3.12, 3.13, 3.666 и так далее. В момент перестроения образа может случиться нежелательный переход на другую версию Python, что может привести к поломке приложения. Поэтому всегда конкретизируйте версию для базового образа. Это плохо, а вот так хорошо. Создавай файл requirements.txt или Poetrylog с привязанными версиями всех зависимых. Аналогично предыдущему пункту. Библиотеки, которые устанавливаются без указания версии, при каждой пересборке образа потенциально могут перестать работать. Какая-то его версия зависимости может перестать работать или начнется конфликт зависимости из-за более свежей версии. Так плохо, а вот так хорошо. Делай минимум слоев через объединение команд. Каждый шаг, то бишь строчка или команда в докер файле создает новый слой, который по сути представляет собой разницу изменения файлов с момента последнего шага в докеры. То есть, когда вы пишете строчку copy свой проект в образ, то, что было раньше, изменяется. То есть, в образе добавляется новый слой и в этот слой записываются как бы новые файлы. Когда вы запускаете команду run, установить что-то, создается еще один слой, куда это все устанавливается и записывается. И вот этот вот слоеный пирог превращается в какой-то докер имидж. То есть, команды run, copy, et и так далее создают слои в образе. И вот этот каждый слой в вашем пироге увеличивает размер образа. Чтобы уменьшить количество слоев, необходимо объединять, то есть, комбинировать команды в цепочке. Для того, чтобы исключить проблемы, связанные с неправильным использованием кэша. Видим такой пример. Здесь создается два слоя. Это плохо. А через объединение, то есть, поставив два знака амперсанда, мы эти две команды точно так же вызываем, но все это создает лишь один слой. И это уже хорошо. Также, вот мы можем в один слой все это сделать, но немножко другим образом. Замечу. Иногда надо почистить образ от лишних данных. Можно, например, использовать следующие команды, но этой командой мы не удаляем данные из итогового образа, а лишь создаем еще один дополнительный слой без этих данных. Поэтому правильно будет делать вот так. Используйте преимущество кэширования слоев. Чтобы ускорить сборку контейнера, имеет смысл воспользоваться приемом с кэшированием слоев. При запуске сборки, докер пытается повторно использовать слои из предыдущих запусков. Если сам слой не изменился, то есть, в него не добавились никакие данные, ничего там не пропало, не пришло новое, не отредактировалось, он берет все из кэша сборки. Если же слой изменился, то этот слой и все, что идут после него, должны быть заново созданы. Мы устанавливаем рабочую директорию source, а дальше копируем файлы нашего проекта. И вот если в этих файлах нашего проекта что-то поменялось, этот слой и все последующие слои будут создаваться заново, и только два предыдущих закэшируются. То есть, при каждом запуске мы будем заново пересобирать все это, а могли бы просто использовать кэш, и сборка шла бы гораздо быстрее. Dockerfile из примера копирует все файлы проекта в контейнер, а на следующем шаге загружает зависимости приложений через run pip install. Если вы измените какой-либо файл проекта, то это приведет к аннулированию кэша для слоя копий, а также аннулируется кэш во всех последующих слоях. Избежать это можно, изменив порядок следования инструкций в Dockerfile. Меняем порядок таким образом, чтобы сначала была загрузка и установка зависимости, и только потом копирование исходного кода в контейнер. Таким образом, сборщик может повторно использовать слой зависимости из кэша, даже если вы внесли изменения в код. Вы что-то поменяли в вашем проекте, но файл requirements.txt не изменился, все зависимости не изменились. Помним, что у нас еще и версии привязаны. И вот это все целых вот два таких крупных довольно слоя, тяжелых, а особенная установка может занимать много времени. Это все просто возьмется из кэша. А каждый раз, когда вы будете менять что-то в самом проекте, будет пересобираться кэш только этого слоя и остальных последующих. Кэширование может привести к появлению проблем небезопасных образов. Это значит, что вы не будете получать обновления безопасности для системных пакетов, поэтому необходимо периодически пересобирать все-таки образ с нуля. Например, раз в месяц пересобирать свой образ с нуля с помощью команды docker build pool nocash, чтобы обеспечить наличие обновлений безопасности. Не используйте root. По умолчанию контейнер docker запускается от имени root, что представляет угрозу безопасности. Так мы запускаем апдейт и апгрейд от root, а дальше мы меняем пользователя на не root и производим все действия уже от этого не админ пользователя. Используйте оптимизированные базовые образы. Не используйте просто python или python alpine образы в качестве базы. Они большие, могут работать медленно и подкидывать сюрпризы. Используйте в качестве базовых образов что-то из разряда python slim, python slim busted и так далее. Alpine может быть в 50 раз медленнее любого из них. Ссылочку на статью, в которой подробно расписано я, прикреплю в описании ролика. Используйте multistage для уменьшения размера и времени сборки контейнеров. Пусть в проекте есть такие файлы, ну как инструменты разработки, файлы библиотек, временные какие-то файлы и так далее. Которые нужны для создания образа, но они не нужны в финальном образе. Если включить эти файлы в финальную сборку, это приведет к увеличению размера образа. А нам это не надо. Мы можем отделить стадию сборки от стадии выполнения. Или говоря простыми словами, исключить лишние зависимости сборки из образа. При этом оставив их доступными во время сборки образа. За счет вот этого multistage. Многоэтапные multistage builds, сборки их называют, позволяют значительно оптимизировать докер файл. Каждая инструкция from может использовать индивидуальный базовый образ. И каждая из них начинает новую стадию сборки докера. Значит вы можете копировать необходимые ресурсы из одной стадии в другую. А значит лишние файлы останутся в промежуточной сборке и не попадут в финальную. Но делаете вы все это в одном докер файле. Это позволяет выполнять этапы сборки параллельно, что делает конвейер более быстрым и эффективным. За счет чего мы можем создавать конечный образ с меньшим объемом. И который содержит только то, что необходимо для выполнения программы. Без вот этих вот временных файлов промежуточных, сборочных и так далее. Докер файл. Мы используем slim.book.word. Устанавливаем все необходимые зависимости. Копируем проект и дальше запускаем гуникорн. И это не оптимизировано. Это будет весить много и работать не очень здорово. Перепишем это под multistage. И вот теперь у нас есть две стадии. Первая стадия это стадия сборки зависимостей. Мы называем ее win. И делаем по сути то же самое. Мы копируем myproject.tomal, poetrylog. Собираем все зависимости. Устанавливаем все. А дальше, после того как произошла сборка, произошла установка. Мы запускаем вторую стадию, которую называем prod. И мы просто берем и копируем уже собранные, уже установленные зависимости. По большому счету уже готовую папку. Просто в нашу финальную сборку. При этом указываем через опцию from. Из какой предыдущей сборки мы это сделали. А сделали мы это из venvo. А дальше мы просто устанавливаем рабочую директорию. Копируем проект. И запускаем гуникорн. Вот так в две стадии. В первой стадии venvo. Мы сначала просто установили все зависимости. А дальше мы просто скопировали уже готовые зависимости в финальную сборку. При этом важно не сломать кэширование, о котором мы говорили раньше. Используйте якоря и псевдонимы для повторяющих блоков Docker Compose. Избавиться от дублирования в Docker Compose файлах можно за счет якорей и ссылок. Якоря.yaml это функция, которая позволяет вам помечать элементы, а затем ссылаться на него в другом месте файла. Якоря создается с помощью значка амперсанда. За знаком следует собственно сам псевдоним. Ну и ссылку на привязку делают с помощью знака звездочки. Допустим мы видим, у нас есть Docker Compose YAML. И здесь есть сервис, да, контейнер, который называется web. Он здесь указывает несколько зависимости от подгресса, от редиса, подкачивает файл env, использует образ myapp, рестартится, подключает волюмы и работает, прокидывает, да, порт с 8003, чтобы он был доступен у нас. И есть точно такой же веб-образ, да, точно такой же контейнер, с таким же ровным веб-приложением. Он полностью дублирует наш веб-один с одной небольшой разницей. У него открывается порт, пробрасывается, да, наружу 8004, а не 8003. По сути, у нас здесь полное дублирование кода. А так как мы там у нас драйв, вот это вот все дела, мы можем использовать якоря и ссылки. То есть создавая наш сервис веб, мы указываем с помощью значка амперсанда якорь и называем, ну, как-то этот якорь. В данном случае дефолт ап, да, то есть приложение по умолчанию. И когда мы создаем второй сервис, то есть второй контейнер веб-2, мы просто указываем ссылку на наш дефолт ап. Но у нас было одно отличие. 8004 порт вместо 8003. И вот это мы явно уже указываем. То есть это значит, что мы берем полностью все, что было в веб-контейнере, но заменяем только порт. По сути, такое вот как бы наследование фактически с переопределением. Используйте файл Docker Ignore. При сборке образно в него не должны попадать определенные файлы. Например, логи, ключи или отдельные какие-то там сборочные файлы. Для решения этой задачи необходимо использовать специальный файл под названием Docker Ignore. В данном файле можно указать какие-то файлы из директории проекта, которые не нужно добавлять в итоговую сборку. Повторюсь, это не история с мультистейджем. Здесь просто эти файлы не нужны. Файл Docker Ignore это по сути аналог файла Git Ignore, который используется в Git. Так же как и Git Ignore, он представляет собой специальный тип файла. В нем перечисляются те файлы, которые должны быть исключены из сборки образа. И так же они поддерживают регулярно. Например, вот этот Docker Ignore файл не будет включать в сборку Pcache, папку миграции, папку Media, SQLite базу данных, папку открытую с Git и Proc файл. Используйте HadaLint. HadaLint это линтер для Docker файл, помогающий создавать образы Docker по всем канонам BestPract. Его нужно установить, а дальше все проверки осуществляются буквально в одну строчку. И он вам здесь подсвечивает, какие моменты стоило бы исправить, либо потенциально какие-то проблемные моменты вашего Docker файла. Используйте разные Docker Compose файлы. В интернете я читал, что это своего рода антипаттерн, но черт побери какой же он удобный. Если необходимо изменять приложение под разные среды, ну под разработку, под промежуточную среду или под продакшн. Docker Compose по умолчанию читает два файла. Собственно сам Docker Compose YAML и Docker Compose Override YAML. В файле Docker Compose Override YAML можно хранить переопределения для существующих контейнеров или определять новые. Чтобы использовать несколько Docker файлов или переопределять их с другим именем, например, необходимо передать флаг "-f в Docker Compose App. То есть, например, Docker Compose App "-f myoverride1YAML myoverride2YAML". Можно, например, создавать базовый конфиг Docker Compose Base YAML и потом переопределять некоторые участки, ну в зависимости от требований. Например, написать Docker Compose Override YAML или же, например, для прода собрать Docker Compose Prod YAML. То есть, мы будем в Docker Compose Prod YAML просто дополнять либо переопределять как-то Docker Compose Base. Поподробнее, как работает переопределение. Допустим, у нас есть вот Docker Compose файл. Стандартное веб у нас приложение, которое в Volume прокидывается в код, открывается порт 8883 и дебаг выставляется в false. Есть также база данных и есть у нас какой-то кэш. Предположим, для локальной разработки нам нужно заменить порт и значение переменной дебага. Для этого мы можем создать Docker Compose Override YAML со следующим содержимым. Просто указываем веб, указываем порт и указываем environment, уже переопределенный. То есть, мы меняем порт и меняем дебаг. И теперь при запуске Docker Compose Up, Docker сам возьмет все из файла Docker Compose YAML и при запуске сборки сам заменит в нем те строчки, которые мы переопределили в Docker Compose Override файле. Всегда обновляйте менеджер пакет. Ну, потому что образный пип в определенный момент устареет и откажет с вами сотрудничать. Аналогично с Poetry. Лишним не будет. Depends On не панацея. Используйте WaitForIt. Docker Compose запускает контейнеры в порядке зависимости, используя опцию Depends On, чтобы указать, когда запускать сервис. Допустим, у нас есть также из предыдущего примера наш веб-приложение. Если мы хотим, чтобы наш контейнер с веб-приложением, то бишь веб, запускался строго после того, как запустится контейнер с базой данных, DB, то необходимо указать это в секции Depends On. То есть мы в вебе указываем Depends On DB, и тогда мы говорим Compose, что запуская вот этот контейнер, только после того, как стартанет DB контейнер. Если недостаточно просто дождаться запуска контейнера, а надо, чтобы, например, контейнер запустился, и база данных внутри этого контейнера начала принимать запросы, ну, чтобы нам сделать миграцию в Django-проекте, например, тогда следует взять инструмент WaitForIt или Dockerise, обычно в Depends не хватит. Эти инструменты, WaitForIt и Dockerise, будут проверять хосты и порты до тех пор, пока TCP-соединение не будет подтверждено. А когда оно будет подтверждено, вы уже там можете делать и миграции, и все остальное. Для включения вот этого принудительного ожидания в Compose, необходимо добавить команду EntryPoint, где мы указываем наш скрипт WaitForItSh, контейнер, DB, и его порт. WaitForItSh можно скачать в интернете, этот скрипт, либо использовать модуль отдельный. Вообще, просто написать строчку EntryPoint, ну, не очень здорово. Лучше сделать самостоятельный скрипт EntryPointSh, который будет запускаться вот в секции EntryPoint. Думай над флагами запусков. Политика перезапуска Docker предназначена для поддержания контейнеров в активном состоянии при любых возможных сбоях. То есть мы можем использовать различные методы. Если у нас, например, есть веб-сервер, работающий в контейнере, и мы должны поддерживать его в активном состоянии, даже при ошибочных запросах. Для этого можно использовать флаг UnlessStop. Он будет поддерживать сервер в активном состоянии до тех пор, пока мы сами не остановим его вручную. Вообще, флаг перезапуска контейнера может быть любым из следующих значений. No, это означает никогда не перезапускать контейнер. Он Failure. Перезапускает контейнер при возникновении ошибки или при завершении процесса запущенного контейнера с ненулевым кодом выхода. Always, как следует из названия, да? Всегда перезапускает контейнер, независимо от кода выхода, то есть с ошибкой или без. И также он перезапустит контейнер, даже если мы остановим его вручную. При возможном перезапуске демона докера. UnlessStop, аналогично флагу Always, с той лишь разницей, что после остановки контейнера ручками, нами, он не будет перезапускаться автоматически после перезапуска демона докера. Мы должны сами его потом запустить вручную. То есть мы его остановили, мы его и должны запустить. То есть разница между, например, UnlessStop и Unfailure заключается в том, что первый будет перезапускаться всегда, пока мы не остановим его вручную. Независимо от кода выхода с ошибкой или без. А второй будет перезапускаться только при реальном сбое, то есть когда код выхода не ноль. Что лучше использовать? Однозначного ответа нет. Но предпочтительно использовать UnlessStop. Не игнорируйте EntryPoint.sh. Всю дополнительную логику ожидания, например, waitforit, миграции, коллект статика и так далее. Лучше писать в скрипт EntryPoint.sh и помещать его в секцию EntryPoint.Docker Compose. То есть мы так указываем EntryPoint и указываем путь до нашего sh файла. Сам же EntryPoint.sh может выглядеть по-разному. Здесь я привожу пример того, как EntryPoint.sh пытается достучаться до базы данных Postgres. И когда мы до нее, собственно, достучались, автоматически проводим миграцию, создаем супер юзера, делаем коллект статик и запускаем сразу же наш гуникорн. А дальше передаем процесс выполнения обратно. Эти простые рекомендации позволят вам сократить вес контейнеров, ускорить их сборку и сделать работу с ними более удобной и даже чуть более профессиональной. В описании я добавлю ссылки на полезные материалы по докеру, которые изучал сам и на основе которых подготовил этот материал. А также большое спасибо Александру Кондратьеву, бэкэнд-разработчику компании Proning Team, за просвещение и помощь в составлении данного материала. Если вы сеньор девопс инженер или профессионально разбираетесь в докере, поправьте меня в комментариях, либо поделитесь своими фишками приготовления контейнеров. Мне и зрителям будет действительно интересно почитать. А если это видео было полезным, то обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями, а также не забывай про группу ВКонтакте. Там куча всего полезного и интересного, связанного с Python, с программированием в целом и в телеграм-канал вступай. Там куча моих мыслей, интересных каких-то заметок, фактов, все то, что не попадает на YouTube и в группу ВКонтакте. Не теряйся, а мы с тобой увидимся уже в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok